добрый вечер друзья здравствуйте среда среда середина недели яд я домой расскажу вам интересную ситуацию тут товарищ написал один в скайпе говорит вот история вот такая вот я там 23 года мне учусь на первом курсе какого-то института не знаю какого два года у него опыт работы ну не боюсь уточнять там ну типа типа веб-девелопер там такого плана и он там дальше перечисляет на чем работает туда-сюда и значит какие-то у него перспективы на нет в какой город ему лучше ехать работать сша какой город и второй вопрос на какую сумму он может рассчитывать вот так никакого там естественного упоминания о том что у него есть green card или решение на работу какое-то вот этого ничего нет наверно он подумала не поехать ли мне в сша так вот но а написал он вчера ась я в общем-то был довольно такой знать как у нас говорят забезенный занят был в общем не только вот сегодня добрался ближе к вечеру и он да а вот как бы дергает меня и говорит что так я не понял этот ответ то будет или мне больше skype уже не проверять там типа вот ну я конечно вежливо говорю как у вас мог с разрешением на работу типа хотя на самом деле господи вот правильный ответ состоит из двух частей часть первая вот в какой город где работа найдешь туда и поезжай второе это про город а сколько дадут столько бери а потом будешь думать это может тебе больше дадут ну то есть по просто яйца выеденного не стоит но не суть к чему я это рассказываю все потому что я таких вопросов получаю много как бы люди с другой планет немножко и вот они подумали что неплохо бы им сша и дальше они начинают что-то такое описывать но как бы не прилетев на ту планету и даже не поняв что планета другая а вот тут вот и как там с этим с тем и у меня это все ложится на те последние обстоятельства которые вот мы тут переживаем и которые по ну как бы 5 по негативной больше стороне идут в отношении иммиграции и я могу сказать что сегодня у нас был первый сегодня был первый раз когда нам сказали ну то есть софия постоянно ежедневно общается с разными компаниями менеджерами на предмет того чтобы они практикантов наших брали и там если кто из местных меня слышит пацаны так возьмите практиканта что вы его у вас же кто-то там брал вот так что активизируйтесь если так у кого-то есть возможность но дело не в есть сегодня сказали хорошо присылайте там сколько людей но сказали не без грин карты не присылать на практику на бесплатную там речь не шла даже о том что практика платная речь шла о практике бесплатной но конечно когда практика даже бесплатная там есть всегда какая-то вероятность не нулевая не нулевая но иногда очень даже не нулевая что человека там могут оставить если приглянется то есть такое есть правда но вот так вот сказали значит без грин карты не присылать мы уже ну скажем так последние полгода испытывали так вот то что обострение шло по части того что вот покажи есть ли грин карта то что последние пару месяцев происходит вот после того как была утечка вот этого ну и там полтора месяца месяц не помню уже сколько там по времени когда была типа утечка вот этого вот президентского указа по поводу того чтобы отозвать право на работу у супругов по рабочим визам и по визе или по визе и чван супругов и по визе или супругов вот у них супругов отозвать право на работу у тех кого есть и вот эта штука значит привела к какой-то истерики что ли нам это на рынке на днях мне пишет сегодня сегодня среда я боюсь соврать то ли в пятницу это было то ли в понедельник паренек во флориде сейчас работу ищет и он мне так значит выгод к вашему сведению сообщаю что там столько то было того столько то было всего в пятидесяти процентах значит узнав что у меня там разрешение на работу там такое то но смысле у него нет грин карта есть просто разрешение на работу ему сказать спасибо большое повесили труп сегодня две девчонки приходили индуски очень классные между прочим очень классно практику прошли все у них путем английский нормальный и вот это вот как раз разрешение на работу виза у них есть называется эйч фор и иди и пломин авторизейший даб с визой эйч фор и просто в слезах и говорят на них трубку бросают в основном же индусы звонят рекрутеры они звонят говорят виз какая а среди тех индусов которые на рынке особенно среди начинающих да там процентов 70 наверно таких это же не дождь там пять процентов или 10 там толпища толпища и главное что хорошие девки не то что там какие-то знаете там вот залежал и разговаривать не хотят и вот человек я почему возвращаюсь почему я начал с этого товарища который про разрешение на работу ничего не говорит а вот конечно на первом курсе учится и вот спрашивает сколько ему тут в америке на что рассчитывать я думаю ё-моё знаете как вот это дать ответить твою мать кого василий иванович и грязно выругался и вот я как василий иванович типа думает смотри живот человек какие вопросы беспокоят и это на фоне того что он сейчас происходит какой город его скажи на какую сумму он может рассчитывать вот тоже так интересный вопрос у человека а здесь люди уже с разрешением на работу со свободным английским совершенно нормальным образованием там профильным там и так далее вот тебе на так что вот такая фигня получается малята значит все это происходит в частности из-за из-за того что вот мы имеем такую администрацию как мы имеем то есть он должен был там утечка произошла там за день и там за два дня до того как президентский указ должен был быть опубликован так он до сих пор не опубликован уже на я не помню сколько прошло честно у меня все смешалось но может месяц вот как раз когда буквально через пару дней должен был быть опубликован после того как они тогда иммиграционную эту бурю подняли там с беженцами там из семьи мусульманских стран так вот не опубликовали и до сих пор не опубликовали и подвисло в воздухе и зацепило уже тех у кого есть другое разрешение на работу вот так же как политическое убежище их тоже зацепило и не то чтобы их убила насовсем этого нет насовсем не убила но если в 50 процентах случаев тебе говорят что спасибо и трубку бросают просто бросают нет нет повода для разговора время это просто потерянное время никто не хочет терять время зря спасибо вот значит в половину упала и когда в половину упала это кажется что в половину потому что те у кого есть грин карта ну и там и больше чем грин карта те соответственно пошли соответственно у них например там я не знаю там 80 процентов рынка осталось а вот у тех осталось только 20 не половина осталось если вы немножко так задумайтесь над этим что произошло так вот при этом ребята работу находят я я не хочу сказать что они не находят совсем у нас и по всей стране ищут и онлайн щеки наши каждый день там кто-то где-то находит работу почти каждый день но какая-то часть из них вот с этими вот визовыми делами но что я хочу сказать что изменился мир изменился мир вот за буквально вот 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 буквально месяц полтора то есть он и двигался в этом направлении тоже явно было ужесточение когда говорили пришли грин карту там пришли разрешение на работу дурачка но хорошо есть разрешение на работу пришли из-за чего это происходило из-за того что было очень очень много людей которые по рабочим визам а косили что у них есть разрешение на работу нормальная обычная и вот дальше получается он на интервью приходит и можно даже он и ничего а надо ему делать ну не то что делать нанимать через кого-то или забирать его и чван би поэтому гонение шло на тех у кого нет разрешения на работу сейчас гонение идет на тех у кого грин карты нет но не то что гонение ну зажим такое происходит причем казалось бы легитимные люди там могут работать а вдруг у них отнимут сейчас наймем троих а через месяц увольнять надо в любой момент надо может быть оказывается что надо их увольнять а еще может быть так что мы их наймем там внимание не обратим а потом выяснилось что надо было увольнять а мы не уволим закон нарушили там еще чего нарушили поди разбирайся головная боль какая такая вот такая вот фигня так что просто я как общую такую ситуацию описываю сиюминутную да то есть вот может быть там через три месяца это все абсолютно потеряет актуальность потому что уже что-то такое пропишут а может и не потеряет а может и не пропишут с другой стороны конечно законодатели американские могли бы подсобить да то есть могли бы там принять какой закон тогда уже никакие президентские указы не важны в этом случае но закон же не принимается за три дня и даже за три месяца не очень принимается пока соберутся пока обсудят а вот там сейчас палате представители три разных закона закона проекта поданы и они уже так прилично поданы не вчера ну и чего и где они там и какой там приоритет в обсуждении в постановке на голосование там еще чё в общем это то что касается и чем ангеле я имею ввиду 3 там там может быть их больше то есть наверняка больше но вот как конкретно page ванги и по студенческим визам да то что грин карты давать по окончании американского вуза если есть приглашение на работу бахте и грин карту сразу есть такое предложение а есть предложение тех ванги разыгрывать в лотерею да не в лотерею я извиняюсь а на аукционе то есть кто больше денег даст тот и визу получит там для своего кандидата получил но пока все встало ничего никуда не движется вот радость то у нас вот ну посмотрим дальше в общем я не то что жалуюсь но я вам рассказывал как она работает и меня в этом деле больше всего задевает безумие вот этого все бессмысленность абсолютнейшая бессмысленность то есть не то что вот приняли какое-то решение и она повлияла нет не приняли никакого решения а чё там ну хорошо так могли в твиттере написать тут у многих компаний акции обвалились так в твиттере там про них казались слова ну вот и мы знаем кто в твиттере и бах и отвалилась там полгода значит полцены компания потеряла еще что-то так что такое в твиттере сейчас бизнес весь и политика вся в твиттере в общем такая история друзья если вы подумываете о том не поработать ли вам соединенных штатах после первого курса задумайтесь может быть второй курс тоже не помешает давайте так вот в принципе то особенно если по правильной специальности а уж если вообще диплом есть так и это замечательно ждем ждем посмотрим я надеюсь что бардачность не может долго продолжаться хотя это только мои надежды как бы можете вся фишка в том чтобы теперь в бардаке такому жить чтоб не определенность было такое может это не специально конечно но может по-другому люди не умеют да хорошо мы расстаемся с вами а я буду вас держать в курсе событий если что чего счастливо